Всем добрый день! Вы на канале вязание от Ангелины Азимок. Сегодня хочу показать вам вот такую красоту. Такая цветочная ленточка, которая очень-очень просто вяжется. И связала вторую, чтобы показать, как можно присоединить, если, допустим, вы задумаете какую-то интересную идею вертикального вязания. Может быть, это и горизонтальное вязание, может быть, это будет какой-то плед красивый. Или шарфик, или палантин. Хотя вначале я увидела просто вот такой вот узорчик. Я подумала, что, может быть, это будет закладка для книг, может быть, это будет повязочка на голову, или браслет на руку, допустим. А потом я подумала, что можно присоединить, и получится что-то очень интересное. Можно однотонные соединять полоски, можно цветные, можно вертикальное вязание, можно горизонтальное. Тут вот такая идея, мне, в общем-то, очень понравилась, вот такая цветочная кайма, которая вяжется очень просто и получается невероятно красивой. Давайте сегодня будем смотреть, как это вяжется. Начинаем вязание. очень интересного узорчика. 1, 2, 3, 4 первоначальные петли. И в первую петельку, во вторую петельку вяжем столбик с одним накидом. Идем дальше. 1, 2, 3 воздушные петли и, подхватывая 2 петли внизу, вяжем еще один столбик незаконченный и еще один, то есть одна общая вершина у нас будет. 3 столбика у нас на крючке. 1, 2, 3 воздушные петли, подхватываем под 3 петельки, накид и провязываем 2 столбика. теперь 1, 2, 3 воздушные петли и под 2 петельки подхватываем накид. И вяжем 1 столбик и 2. Вот, то есть у нас идет чередование. 2 столбика, 3, 2, 3, 1, 2, 3 воздушные петли и под 3 петельки подхватываем, вяжем 2 столбика. 1, 2, 3 и под 2 петли подхватываем. Вот, такое вот у нас будет начало интересное. Связали вот такую полосочку чередуя 2 столбика и 3. И начинаем теперь вывязывать цветочки. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петель. Пропускаем 3 столбика и там, где у нас 2 столбика, между ними, в сердцевинку вяжем 3 столбика. 1, с одной вершиной, 2, 3. Вот, это наш лепесточек. Следующие, опять 3 пропускаем, в следующие 2 наши столбика, между ними вяжем еще точно такой же лепесточек. 2, 3. И только теперь вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петель. В это же самое место, где мы вязали первый лепесток, вяжем еще один. 1, 2, 3. Получаем вот такой вот цветочек. Тут половинку цветочек, а тут прям цветочек. 1, 2, 3. Так, обмануть хотела. Первый раз мы вяжем, после того, как провязали лепесточек, 7 воздушных петель, лепесточек. Следующие 2 столбика мы вяжем, не пропуская воздушные петли. А вот между ними, между лепесточками, мы будем с вами вязать воздушные петельки. То есть вот соединили треугольничек, как в самом начале. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в это же место наш цветок, нашу сердцевинку из двух столбиков, мы вяжем 3 столбика с общей вершины. И провязываем. Теперь 3 столбика, это наш лепесточек. Пропускаем, а там где 2 столбика, мы вяжем опять 1, 2, 3 столбика с общей вершинкой. Вот. И 7 воздушных петель. Так. 7 воздушных петель. И вот у нас самый последний остался центр для цветочка, 2 столбика, с которого мы начинали. Вот. И мы заканчиваем в него же 3 столбика довязываем. вот так вот должно получиться в самом начале и в самом конце. И в самом конце опять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петель провязали, кончик наш спрятали, и вяжем 3 столбика. То есть довязываем наш цветочек только с обратной стороны уже. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и цветочек. Вернее, лепесточек. 3. Вот. Какая у нас красота должна получиться. и еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Последний лепесточек. У нас получится 6 лепесточков. Должно получиться. Вот они у нас. И уже продолжаем то, что мы с вами знаем. Вот наше основание. Вот у нас 6 лепесточков получилось. И мы в это основание вяжем 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и последний лепесточек. Вяжем. Покажу, что должно получиться. Вот такая красота. То есть у нас получается 6 лепесточков. Вот. И между ними воздушные арочки. И опять 6 лепесточков. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. И прям в основание. Тут уже видно хорошо, где мы должны вязать. Такая красота. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И тут мы с вами уже все знаем, довязываем вторую нашу половинку до конца. Что это может быть? Мне понравилась идея такого поясочка. Мне кажется, будет очень красиво, очень нарядный такой поясочек. А может быть, это у нас будет закладка для учебников. Или для нашей какой-нибудь книжки. Очень интересно, мне кажется. Вообще идея очень интересная. Мне чем она понравилась. И я решила обязательно поделиться с вами такой красотой. Может быть, вместе как-то найдем применение. Напишите, что вы думаете, куда можно применить. Узорчик очень красивый. Нельзя проходить мимо него. Нужно обязательно его применить. Вот. Вот такая красота. Мне очень понравилась. Надеюсь, вам тоже понравится. Может, какой-то ободочек для девчонок. Может, какая-то резиночка. Вот так вот, если сложить. Может, какая-то повязка на голову. То есть, вариантов много. Я думаю, что обязательно узор пригодится. Потому что вяжется очень красиво. Вяжется очень быстро. И достаточно просто. То есть, сложности никаких нет. В запоминании. Давайте попробуем связать такую красоту. Что в итоге? Как заканчивать вязание? Набрать-то мы можем сколько хотите. Первоначальную цепочку. И заканчиваем у нас вот раз, два, три, четыре, пять лепесточков. А нужно обязательно шесть. То есть, мы с вами в самом начале и в самом конце воздушных цепочек у нас будет чуть больше. Вот. Уже будет между каждыми лепесточками. Вот у нас получается раз, два, три, четыре. И так и здесь. Раз, два, три. И заканчиваем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Заканчиваем цепочкой. Самое начало нашего первого лепесточка. Вот такая красота получается. И пока я вязала, я подумала, а что если нам соединить вот эту красоту? Это можно назвать вертикальным кружевом. Вертикальное кружево соединяется за воздушные цепочки. Вот. Что если нам такую красоту? Может быть, это будет плед, может быть, это будет что-то еще. Не соединить с еще одним цветочным рядом. Половинку я связала. Вот. Раз, два, три. Арочки сделала воздушные. Три воздушные петли связала. А у нас и должно быть семь, да? Четвертую. И смотрите, если подхватить под воздушную арочку нашего первого цветочка. Один, два, три воздушные петли. И просто-напросто закончить вязание нашего цветочка. То мы можем что-нибудь придумать. Я не говорю, что я что-то придумала. Я просто пока довязывала синий цветочек, мне пришло в голову, что можно красиво соединить. И может быть шарфик связать. Может быть связать плед. Раз, два, три, четыре. Может быть идей-то у нас много. Может быть даже какой-то кардиган связать, да? Один, два, три. То есть мы, не торопясь, довязываем вторую половинку нашего цветочка. И делаем соединение. И получается красота. Вот такая. Можно одного цвета, можно два, можно три цвета, да, добавить. И будет все время очень красиво. То есть вот такая идея пришла мне. Я просто хочу с ней с вами поделиться. Я ничего не планирую вязать. Почему? Потому что из каждого узора я не могу связать. Один, два, четыре. Потому что у меня не столько времени, чтобы из каждого узора вязать какую-то вещь. Но поделиться с вами мне очень хотелось. И может быть кто-нибудь что-нибудь придумает интересное. И потом нам покажет. Вот такая красивая идея пришла мне в голову. Я думаю, что она вам тоже должна понравиться. А может быть и не нужно соединять, а просто вот такую красоту. Как повязочку на голову, девочки. Смотрите, какая красота. А может быть это как манжеты будут на рукав. Сама по себе, да? Вот такая цветочная лента. Очень красивая. Я думаю, что у творческих людей всегда найдется какая-то интересная идея. Всем приятного просмотра. До новых встреч. Спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и пишите комментарии. Для меня это очень важно.